Дети рады, родители спокойны. Для всех жителей деревни Соленоя Маргаушского района это лето запомнится жаркими днями и появлением детской площадки. О том, как инициатива жителей поддерживается бюджетом и что из этого получается в сюжете из Маргаушского района. Мне нравится здесь гулять и играть. Со всех окрестных улиц ребята сюда добираются на личном транспорте. Это место, где встречаются друзья, звенит смех и летают качели. Последнее найдешь далеко не в каждой деревне. Давно мы, конечно, старались, чтобы в нашей деревне, в деревне Соленоя, детская площадка была. Уже пять лет Тимофеев Геннадий, староста деревни, старается, каждый год старается, никак не получается. И вот как раз бюджетное инициативование, в общем, такая программа вышла. И по этой программе мы обратились. Инициатива поддерживается бюджетом. Жители на общем собрании выбрали, какие качели поставить, какую горку. Определили место. Математика нехитрая. Общая стоимость вместе с установкой вышла на 200 тысяч рублей. 20% собирают жители, остальное из бюджета республики и страны. Если точнее, с каждого двора на детскую площадку скинулись по тысяче рублей, а их здесь 42. Проект и смету помогли составить в администрации района. В программе инициативного бюджетирования мы участвуем с 2018 года. В 2018 году участвовали в обустройстве детской игровой площадки в деревне Ладаркино. А в 2019 году сейчас обустроили детскую игровую площадку в деревне Соляной. И сейчас работы ведутся по ремонту автомобильной дороги в деревне Шербаши. Ремонт дороги в Ильинке, Шепатакасах, обустройство контейнерной площадки в деревне Ижелькасы и еще список из 19 проектов со всего Маргаушского района, которые поддержаны программой инициативного бюджетирования. Процент, сколько собирать жителям, зависит от их количества и стоимости объекта. Конечно, иногда на сбор и договоренность между жителями уходят годы. Но и отношение к таким местам, обустроенным общими силами, в итоге иное. Мы планируем огородить. И потом песочницу тоже. Мы сами народ тоже это сделал. Такую песочницу. И цветы хотим тоже посадить. Закончив с благоустройством, в Соленом собираются еще установить памятник павшим воинам. Тоже по программе инициативного бюджетирования. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Павел Иритков, Республика.